Здравствуйте, друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ, стример, ну и многое-многое-многое другое. У меня тут есть, ну, не то чтобы новости, не то чтобы сообщения, это ни в коем случае не фейк-ньюс. Есть небольшая тема, о которой я бы хотел с вами поговорить, буквально минут 10-15, может быть, это займет. Это тема образования. Ввиду сложившейся ситуации с образованием может случиться много всего интересного и довольно разного. Вот, например, было переслано мне некое сообщение, которое побудило меня к данным размышлениям, оно ни в коем случае не является, как бы это сказать, да, неким фактическим основанием, на котором я буду основывать последующие суждения, но при этом оно все же побудило меня к определенным действиям, к определенным мыслям. Так вот, общественный комитет по правам человека обратился к президенту и директору ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело против неопределенного круга лиц, внедривших в качестве условия для выдвижения финансирования на научные исследования наличие публикаций в журналах из баз данных Scopus и Web of Science. Это как англо... ну, в общем, английские журналы, в общем-то. Scopus и Web of Science, они все изданы на английском языке, и русские, когда пишут Scopus и Web of Science, они пишут тоже на английском языке. Если у нас есть русские Scopus, они тоже пишутся на английском языке обычно. То есть, это международные журналы, журналы на международных, в общем-то, платформах, соответственно. Это те журналы, благодаря которым русские исследователи могут публиковать, в принципе, свои работы на мировую аудиторию, показывать их и таким образом делиться опытом со своими западными коллегами. К вопросу, да, тут много разных жалоб, то, что без этих публикаций невозможно получить деньги на науку. Да, тут написано, стоимость размещения научной статьи в пуле таких журналов стоит огромных денег от 200 тысяч рублей и выше, но это ложь от 20 тысяч рублей и выше, ну, потому что есть и гуманитарные дисциплины, вот по философии, например, это в районе 20-ки будет стоить. Так вот, а в чем проблема-то? Почему надо их осудить? Пишут, журнал «Скопус» и «Вэп оф Сайенс» устанавливали для научных статей важный критерий, их результаты, чтобы быть напечатанными, в общем, какие-то исследователи были обязаны критиковать действующую политическую систему России и указывать на ее несостоятельность. В общем, вот. В этом заключается проблема. Я вообще в принципе, я вообще в принципе замечу, что в ближайшее время у меня есть некоторые подозрения, что произойдет некий образовательный откат. Если Россия отдаляется от Европы, от Запада, вообще в принципе отдаляется от Запада, то в целом становится очевидно, что вот это все движение к Западу, которое университеты российские проводили на протяжении последних 30 лет, на самом деле, если так посудить, ну плюс-минус, оно напрасно. То есть в Запад университеты на Запад больше не примут. Все становящиеся системы и вся вестернизация образования, она может быть абсолютно бесполезной. То есть, да, это, с одной стороны, довольно печально, потому что столько усилий было приложено, это и ЕГЭ, это и бальные системы, это вообще всевозможная, опять же, вестернизация, это улучшение английского языка во всех возможных, во всех, в разных вузах, в разных вузах по-разному попытались улучшить владение английским языком, владение академическим английским языком, для того, чтобы люди могли писать в скопусы в App of Science, например. Все это, безусловно, ударит по российской науке. Так, мы продолжаем запись, да? Окей. Это все, безусловно, ударит по российской науке. Соответственно, скорее всего, если требования вдруг уберут, а их, возможно, уберут, несмотря на то, что было написано, несмотря на те причины, которые возникли, возможно, эти требования действительно уберут. То есть, не то, чтобы запрет печататься в скопусы в App of Science, а отсутствие необходимости, уже достаточное для того, чтобы огромное количество специалистов становились кандидатами наук, оставались кандидатами наук, работали доцентами-профессорами и получали гранты без скопуса в App of Science, то есть, без рецензии в мировых научных журналах. Это будет означать, что огромное количество специалистов, почти все будут обходить эту довольно дорогостоящую, довольно сложную вот эту вот процессию, связанную с получением вот этой самой статьи, ну, с написанием и распечаткой этой самой статьи на специальных журналах. Зачем это делать тогда? Да незачем. Значит, количество англоязычных статей, написанных русскими, скорее всего, уменьшится. Это крайне печально, потому что наука сама по себе это дело западное. Ну, западное мировое, это общее мировое дело, получается, да? Если наука выходит из этой вечеринки ученых, это хуже для российской науки, чем для мировой науки. Ну, конечно, у русских есть определенные достижения, но эти достижения не абсолютны. Ну, западные тоже не абсолютны, но понятно, что запад больше России. Ну, вообще запад, вообще, это, считайте, весь мир сейчас. Это Япония будет, это вообще все остальные страны, это и Австралия, короче, огромное количество регионов, и они не будут иметь доступ к русской науке. Мы, конечно, будем иметь доступ к их литературе, но кому она, на самом деле, уже будет нужна? Это уже тоже непонятно. Есть некие подозрения, что мы будем возвращаться к некому образцу такой советской науки, ну, просто ввиду того, что советская наука тоже развивалась в режиме закрытого занавеса. При этом советская наука показывала некие успехи, особенно в области инженерии, медицины отчасти, отчасти физики, ну, и то ввиду того, что физиков за границу посылали, ну, это уже не так важно, на самом деле. Самый большой урон в Советском Союзе получили именно гуманитарные науки. С гуманитарными науками все было невероятно плохо, потому что отсутствовали переводы основных текстов, основных там авторов по философии, там, не знаю, многих писателей, многих авторов, которые так или иначе признавались пропагандистами буржуазии, там, не знаю, еще кем-нибудь, еще кем-нибудь, а там, обскурантами, дураками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, сами знаете, огромное количество недостачи этих самых переводов хороших текстов. С другой стороны, возможно, возможно, недостаток самих древних текстов, которые необходимо переводить, ну, что вряд ли кто-то им теперь будет делиться, да, ввиду того, если произойдет некая еще большая изоляция, особенно российской науки. В общем, это все, на мой взгляд, крайне печально. И я знаю огромное количество специалистов, которые с удовольствием откажутся от всей этой западной Марокки. Все эти стобальные системы, все эти ЕГЭ, это ж так плохо, это ж так ужасно, все эти индексы Хирша, хотя я сам не сторонник индексов Хирша, все эти Web of Science, столько денег, столько времени, вот эти вот все журнальчики новые, все это оформлять. Ох, как раньше-то хорошо было. Поставил просто оценочку кому-то, моя малышка, моя любимая, моя зайка-студенточка хорошая, такая милая, такая красивая, получай пятерочку и иди себе дальше. Нет, сейчас так, в принципе, не особо можно сделать, потому что, ну, ваша студенточка, например, по стубальной системе, она должна посещать занятия по максимуму. Можно, конечно, закадрово поставить, ну, как бы такое. Сдать тест должна, там, баллов на 10, может быть, там, вот, ну, тогда она пройдет дальше, да, еще что-то сделать. В общем, в балльной системе есть определенная градация. И для того, чтобы эту студенточку протянуть, надо будет пройти через несколько инстанций, как минимум, да. Нарушение правил в современной системе, оно стало сложнее, чем в советской системе. И понятное дело, что ученым, всем ученым, там, гуманитарным, общественным, вообще всем-всем-всем, им хочется делать меньше дел и получать больше денег. Вообще, в принципе, я знаю, что большинство ученых, это люди довольно безалаберные. Да, это люди с великим интересом к своей деятельности обычно, они действительно заинтересованы своей дисциплиной, и вот в этом деле обычно они не безалаберные. Вот во всем остальном, большинство ученых, которых я знаю, абсолютно безответственные люди. Абсолютно безответственные. Я, в принципе, предполагаю, что многие такие скажут, а, ну, все, мы, короче, с Западом больше не взаимодействуем, с Copas of Epoch Science не пишем, а давайте вот это отменим, и вот это отменим, и вот то отменим. И там, не знаю, давайте отменим тесты, давайте отменим бальную систему, давайте оценки встать. А давайте журналы не заполнять, я просто буду там рандомно проставлять оценки там в конце какого-нибудь семестра. А давайте вот это еще отменим, что-то сильно много мне делать надо. Давайте я просто на диване буду лежать, Студенты сами будут приходить, я пока спать буду, что-то там шептать, они будут это запить, давай-давайте как-нибудь мне полегче и денег побольше, да, при этом. В общем, в принципе, ученые на такой согласны, не мешайте мне исследовать и платите мне деньги. В принципе, это понятно, но какой из этого толк получится, на мой взгляд, тоже очевидно, потому что от высокой степени субъективности образования в Советском Союзе, оно все-таки было субъективным. Из-за этого субъективность многие ученые в наши дни, академики, пожилые, они ратуют, они хотят это вернуть, они хотят, чтобы было как раньше, они хотят, чтобы ученый все решал, они хотят, чтобы ученый все решал абсолютно провластно, абсолютно самостоятельно, чтобы у него была вся власть, чтобы у него были сконцентрированы все силы и все возможности. Я-то наоборот считаю, что лишение на ученых ряда возможностей в принятии решения делает систему несколько более объективной, более сложной, заставляет студента, с одной стороны, преподавателя обходить по-разному, с ним общаться позитивно, в общем-то, зарабатывать баллы. С другой стороны, учить материал не только по канонам преподавателя, сдавать тест определенный. И как-то все вот это вот в более такой сложный клубок складывается и более-менее вместе, ну, работает. Можно лучше, можно совершеннее, в этих тестах всегда есть какие-то нюансы, какие-то ошибки, тесты можно перехитрить, тесты можно по логике как-то вот разобрать, понять, как они работают. Но при этом тест невозможно уговорить поставить там пятерку, четверку и так далее, так далее, так далее. Тест сказал ноль, значит ноль, не сдал, до свидания. Ну, пересдачу может назначат, а может не назначат. Как оно там в этой системе устроено, так оно и будет устроено. На мой взгляд, проблема во многом будет продолжать заключаться вот в этом, в свояченичестве, когда, в общем-то, преподаватели, профессора, они тянут своих родственников в науку, друзей, там, товарищей, красивых девушек, которых они не прочь, ну, вы сами понимаете, что с ними сделать, которым они испытывают, так скажем, сексуальное возбуждение. Наука это место, переполненное вполне обычными людьми, это вообще следует помнить. Научный коллектив это приблизительно такой же коллектив, как и везде. И я под научным коллективом сейчас понимаю не наука в том смысле, в каком мы обычно это используем на нашем канале, а в широком смысле. Это и гуманитарная наука, это и естественная наука, и математика, и логика, и общественные науки, и история, и вообще все-все-все-все вот это вместе взятое. И мне кажется, что от такого подхода сильно упадет качество образования. И это очень печально. Это очень печально, если упадет качество образования. Потому что современная система, она все это время стремилась к Западу. Все это время пыталась создать новые-новые-новые какие-то нюансы, которые приближали наши дипломы к образцу западных дипломов. Для чего? Для того, чтобы на Западе наши дипломы тоже котировались. Значительная цель многих вузов, например, СПБГУ, это как раз вот добиться того, чтобы наши дипломы котировались на Западе. Для этого СПБГУ даже попыталась изменить систему выдачи степеней научных, для того, чтобы дипломы из России, кандидатские, котировались на Западе, чтобы они были PHD, да? Ну, не получилось, правда, у них. Все это время наше образование целилось на Запад. Что будет сейчас? Мне кажется, будет происходить откат постепенный. И мне кажется, у этого отката очень много союзников. Среди самих преподавателей, среди самих академиков, профессоров, доцентов и так далее. Я знаю огромное количество людей, которые этому абсолютно рады, которые абсолютно были бы счастливы отменить вот эти вот многие бюрократические вещи, ряд из которых, по-моему, важны, ряд из которых бесполезный. Индекс Хирша в гуманитарных науках, например, мне вот вообще не нравится, вообще чушь полная. Но отсутствие или наличие индекса Хирша, на мой взгляд, да, это не так уж и плохо, если посмотреть на то, что у нас еще есть и Скопус, и Web of Science, и мы имеем доступ ко всем этим статьям, и, скорее всего, будем иметь дальше, что иностранные исследователи имеют доступ ко всем этим статьям. Просто, мне кажется, если будет происходить это разграничение, значит, будет дальше происходить вот это. Не обязательно не только печататься в Скопус и Web of Science, не обязательно цитировать Скопус и Web of Science, не обязательно цитировать международные там иностранные монографии англоязычные, иностранные. Не обязательно это делать, не обязательно то делать, не обязательно третье, не обязательно десятое. И, в принципе, в таком случае развалится почти все. При том, за наших товарищей физиков я, в принципе, могу быть спокоен. Даже в СССР, даже в самые эпохи самого железного, самого могучего занавеса физиков все равно отправляли за границу. Например, Ландау и многих-многих других. И они учились у Боров, Резерфордов и многих замечательных ученых. В общем-то, они были учениками потрясающих западных специалистов. И, скорее всего, мы будем отправлять наших физиков, наших инженеров, обучаться за границу тоже. На это будут выделяться деньги, потому что физики и инженеры в России нужны. Если по какой-то области у нас недостаточно образования, все равно будут проплачивать, все равно будут это делать всеми возможными силами. А вот гуманитарным наукам никто не поможет. Общественным, скорее всего, тоже. Так что с этим, друзья, нам придется на самом деле во многом жить. И как-то нужно все это, по-моему, организовать таким образом, чтобы гуманитарные и общественные науки, они потерпели наименьший крах из того, что в принципе возможно. И мне кажется, многие силы внутри этих общественных и гуманитарных наук будут, наоборот, пытаться этот крах усилить, потому что им вполне, наверное, захочется отделиться от Запада, отделиться от всех этих необходимостей и нюансов, потому что хочется деньги получать легко. Просто обычное человеческое получать деньги и кушать как можно легче, делая как можно меньше. Ну, в общем, друзья, я думаю, на этом все. Мои мысли по этому поводу пока вот такие. Это довольно абстрактные мысли, выложенные в формате вот такой вот некой импровизации. Я сказал здесь совсем немного, но больше я на данный момент сказать не могу, потому что я не знаю, как это все сложится и куда пойдут тенденции. Мне кажется, мы сейчас находимся на распутии. И мне кажется, огромное количество людей хочет выбрать в сторону антивастернизации, анти вот этой бюрократии, анти вот всего-всего-всего, что вот наращивалось на протяжении последних 30 лет. На мой взгляд, это печально. Может быть, и ЕГЭ не уберут, может быть, и ЕГЭ не уберут, хотя у ЕГЭ тоже много противников. Но вот многие другие вещи, они перестанут быть необходимыми в контексте того, что вдруг Запад с нами не будет больше взаимодействовать в сфере образования. Но, надеюсь, все-таки Запад продолжит с нами взаимодействовать. И в целом наука мировая, и, в общем-то, российская наука, она продолжит развиваться во всем этом контексте, потому что разделение, оно русским точно на пользу не пойдет. Ладно, друзья, желаю вам всем удачи, надеюсь, у вас все хорошо, новости плохие-неплохие, но это не новости, это просто некие размышления пока что. Это некие черновики перед грядущей, возможно, бурей. Потому что буря, кажется, она скоро будет, именно в образовании. Скоро это все коснется и темы образования, я за этим намереваюсь в том числе следить. Ну что, друзья, ладно, удачи, будем следить за ситуацией. Я пока только наметил некоторые опасения, которые у меня возникают. Все, пока-пока, друзья, увидимся с вами на стримах, заходите, можем обсудить разные проблемы.